Приветствую всех. Ну что ж, давайте мы сегодня разберём вопрос подкатов. Значит, что такое подкат, да? Вот, если общаться с незнакомым, например, парнем на улице в магазине на мероприятии, и он рассказывает что-то о себе, подкат ли это с его стороны. Вообще, подкатом принято именовать желание сблизиться с строго определенной целью. Часто интимной целью. Таким, знаете, как предметным отношением к человеку. Вот, и довольно-таки малым уровнем интереса к этому человеку, как к личности. Подкат отличается именно отсутствием общего между людьми, отсутствием общих интересов, если угодно. Да, потому что, ну, у людей просто нет возможности как-то вот проверить, если между ними что-то общее или нет. У людей просто, ну, просто нет такой возможности. И отсюда из-за этого такое общение называется подкатом, когда, по сути, идет желание сблизиться, вот, на основе, ну, по сути, по сути дел, а просто фантазии человека, да, то есть человек вот увидел другого человека, ему показалось, что этот человек тут привлекательный, и он решил с ним, ну, как-то вот, значит, сблизиться, да, он решил как-то с ним, значит, ну, вот, взаимодействовать, да, просто вот потому, что человек внешне понравился. Вот. Вот, соответственно, есть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, в общем, как мы понимаем, довольно много вопросов к такому роду общению. Некоторые воспринимают это как агрессивный адрес. Кто-то очень не любит подкаток, и, в принципе, это вполне себе, я бы сказал, основанно. Потому что, ну, извините, да, не всем хочется и не всем нравится, когда вот на улице к тебе подходят, да, начинают с тобой общаться и так далее. Объективно это подходит далеко не всем. Вот. И при подкате есть довольно большая, довольно высокая вероятность того, что общение завершится таким, ну, знаете как, жестким способом, если можно так. Выравиться. Вот. То есть, просто через выход одного человека из контакта. Вот. Все, я не хочу больше с тобой разговаривать, все, у меня дела, извини, и так далее. Тогда как общение не вследствие подката, оно предполагается, это какой-то стабильный, да, и, ну, значит, ну, какую-то периодичность или повторяемость, если угодно, значит, пересечение людей. Вот. Вот, в принципе, такой момент. Ну, и, естественно, вытекает из этого вполне, наверное, закономерный вопрос, как на это реагировать, да, то есть, если вот подкат, не подкат. Вот. Вот. На мой взгляд, реагировать на это можно и нужно так, как хочется. Ведь дело в том, что, ну, какой-то человек нам приятен, и мы не против с ним поговорить. Какой-то человек нам неприятен, и мы против с ним поговорить, и мы против того, чтобы с ним разговаривать. И это абсолютно нормально. Вот. То есть, тут вот очень важно, как мне кажется, быть внимательным к себе, да, быть внимательным к своим реакциям на человека. Вот. И, соответственно, ну, как-то, вот, знаете, позволять этой реакции себя направлять, да, вот. Вот. При этом, в общем-то, я не вижу ничего плохого, если, ну, человек использует подкат, да, для того, чтобы, ну, вот, как-то познакомиться, наверное, и так далее. Я не вижу в этом ничего плохого. Как не вижу ничего плохого в том, если человек, к которому подкатывает, да, не хочет, ну, не хочет, не хочет взаимодействовать. В этом я тоже плохого ничего не вижу. И думаю, что это абсолютно нормально. Вот. Другое дело, если это происходит постоянно, то есть, другое дело, если кто бы, вот, кто бы не подкатывал, да, значит, значит, мы чувствуем, что нам неприятно, мы чувствуем какой-то страх и так далее. Вот. В этом случае, да, вот, в этом случае, я думаю, что это, конечно, уже является проблемой, потому что, ну, понятно, что все люди вызывать отращение не могут, вот, а если вызывают, ну, отращение, да, непринятие, страх, вот, все люди вызывать не могут, поэтому, если вот что-то такое есть, то это уже, ну, я, конечно, прорабатываю. Ну, вот, а к подкатам, которые распространены, понятное дело, ну, вот, в основном, в крупных-крупных городах, вот, может быть и довольно-таки, как это сказать, довольно-таки осознанное отношение. Вот, давайте я, наверное, так, такой использую термин, когда человек осознанно понимает, что вот такое общение, значит, случайное, да, когда, ну, совершенно откровенно понимает, что если подкатывают к тебе, значит, ну, подкатывают, скорее всего, еще к кому-то, ты не единственный или не единственная, кому подкатывают, вот, и если вот такое общение по каким-то, значит, ну, по раду ценностям человеку не подходит, а такое вполне может быть, вот, то этого осознанно человек избегает. Вот, вот, есть такие люди, которые говорят, я незнакомлюсь на улице, я незнакомлюсь там где-то еще, вот, это необязательно следствие страха, не обязательно результат каких-то проблем, вот, у человека, а это просто может быть следствие того, что человеку, ну, не хочется тратить свое время на вот такое общение, вот, ну, как-то, ну, более, такой вот, если угодно, да, такой, может быть, более глубокий, да, может быть, такой, более серьезный человек и так далее. Конечно, можно говорить о эффективности такого отношения, вот, это совершенно точно, вот, совершенно точно можно говорить об эффективности такого отношения, потому что, на мой взгляд, ну, требование к серьезности в отношениях ничем хорошим не заканчивается, кроме излишнего напряжения и каких-то таких вот, ну, недомолок, недоговоренностей и излишней формальностей в вопросе выбора, выбора партнера, да, вот. Ну, я думаю, что это уже момент, который каждый для себя сам, ну, выбирает, да, это момент, который каждый для себя решает сам, сам, вот, если человек действительно не принимает, ну, общение, отношения, на основании подкатов, вот, что вполне нормально, и при этом имеет достаточно хорошую альтернативу для себя, вот, ну, в смысле того, что у него есть, есть, ну, у такого человека есть круг, значит, ну, есть среда, где он может себя реализовать, да, есть направление, где он может стабильно проявляться и в целом человек не испытывает какого-то дефицита в общении, вот, то в таком случае, конечно, ему не нужны совершенно точно какие-то случайные контакты и случайные люди в окружении, вот. Другой момент, другой момент, понимаете, ведь человек, который подкатывает, он ведь никогда не скажет прямо, что он сейчас подкатывает, он найдет какие-то причины, он найдет какие-то основания, вот, иногда это основания искренние, иногда это основания неискренние, вот, и понятно, что каждый раз ты не будешь стараться понять, а подкат ли это сейчас или нет, это было бы, опять же, довольно низкоэффективно, на мой взгляд. Поэтому, что нужно сделать, это, в целом, сформировать свое личное отношение к случайным людям, вот, которые могут появиться в зоне, вот, нашего личного пространства, вот, и решить для себя, что мы хотели бы с этим делать, да, как мы к этому относимся и так далее. И вот на основе этого, на основе нашего отношения к вот этим моментам уже и действовать, вот. Я думаю, что это наиболее такой, если угодно, гуманный и витальный способ обратиться с этим явлением, раз оно, раз оно, ну, грубо говоря, произошло, да, раз оно случилось. Это, это явление, вот, потому что, опять же, бакторыс, если человек живет в большом городе, то это представляется мне совершенно не, ну, совершенно неизбежно. Мне представляется совершенно неизбежно, что каждому из нас, ну, приходится, значит, сталкиваться с этим явлением, да, с этим моментом. А, повторюсь, отношение к этому у всех свое и далеко не все горят желанием, значит, платить на это свое время по абсолютно разным, как мне кажется, причинам. И имеют на это, я хотел бы подчеркнуть, имеют на это полное право. Мы не говорим о том, что, значит, грубо говоря, отказ от такого взаимодействия является, ну, всегда следствием проблем. Как их-то, вот, ну, у человека нет. Мы такого не говорим. Мы не говорим это, это было бы, ну, объективно, объективно это было бы несправедливо, это было бы нечестно. По отношению просто к, значит, человеку и лишение его по большей части выбора. Вот. А для нас это все-таки неприемлемо такое. Вот. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что это было в целом интересно, я надеюсь, что в целом это было полезно, я надеюсь, что, значит, это, ну, это поможет в какой-то степени, да, лучше. Лучше, значит, понять для себя такую природу, потому что, ну, объективно с этим мы можем сталкиваться, да, и сталкиваемся с этим регулярно. Особенно, вот, определенные, там, люди, например, например, там, допустим, девушки, да, вот, с этим могут сталкиваться, вот, и сталкиваться с таким, знаете, как это сейчас, вот, можно говорить, объективизированным отношениям. Вот, а подсказывать очень часто именно про объективизацию, вот, к большому сожалению, ну, к большому сожалению, вот, и понятно, что, там, девушка может быть неприятно, она может думать о том, что, там, мужчина рассматривает ее только как сексуальный объект. Ну, вот, это все, конечно, очень-очень нехорошо. С другой стороны, есть, хоть и значительно реже, на мой взгляд, но есть люди, вот, например, мужчины, если мы говорим, вот, в таком контексте, мужчины, которые не рассматривают девушку как сексуальный объект, значит, осуществляют к ней подкат, но в этом случае, как бы, общение довольно затруднительно, в этом случае общение все равно напоминает лотерею, и, соответственно, большой вопрос, ну, захочет ли человек вообще на это тратить свое время. Всего-всего вам самого доброго, удачи!